всем привет я лена я катя и вы на канале психологи не в моде здесь вы увидите психологические комментарии на разные модные феномены и явления и сегодня у нас есть претензии к тайре точнее они есть у всего мира а мы хотим это все-таки тоже прокомментировать тайра и топ модель по-американски именно комментарии будут сейчас шоу ее и о ее позиции и даже оправдывания их в последнее время ну что поехали поехали топ-модель по-американски это шоу произвело просто фурор в свое время и именно это шоу стали потом после той рекопировать по всему миру в каждой стране появилась на шоу числе у нас в том числе но когда только зарождалось это шоу ну и в целом когда она была в разгаре пике своем до популярности к нему не было такого хейта который сейчас вокруг него возник есть такая тенденция когда зумеры входят более осознанное состояние начинают шарить весь интернет открывают просто глубины от того периода когда еще некоторые из них даже не родились да 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 в общем зумеры дошли до топ-модели по-американски пересмотрели началось именно качественная такая глубокая оценка посылов этого шоу которые на самом деле действительно оказались совсем не адекватными это мы так конечно пошутили про зумеров у нас сейчас эра новая эпоха такой толерантности ко всему и у нас совершенно новое представление вообще о моделинге и о девушках вообще о человеке в этом мире какое-то новое вот это восприятие мира через его призму будут воспринимать прошлое какие-то шоу например те же самые личности в том числе и тайру как раз таки мне лично кажется что это не совсем адекватные здоровое поведение нашего общества вот этот нависающий просто над всеми синдром отмены которого все боятся просто как смерти и вот в том числе ну как бы тайра сейчас видимо тоже очень этого боится поэтому она дает все эти интервью в каких-то моментах понятно что это движение но полезно и горжи очень здорово да как например там мету истории какие-то серьезного характера но когда начинаются вот такие вот разборы старых шоу мне кажется что практически все кто их разбирают они или вообще просто но моментов из прошлого до все забывают контексте есть исторический контексте социальный контексте есть политический контекст столько всего нужно принять во внимание что ну никто не делает по факту и все рассматривают какой-то явление исключительно в рамках сегодняшнего дня что в корне в корне прям абсолютно неверно того шоу когда говоришь моделинги сразу брыжет слюна надо сказать что вот та новая призма восприятия оно стало полезным для многих девушек в том числе для меня для которых вот это шоу создала такой образ моделинга и модели в том числе как вот такого кого-то даже небожителя вот ты если станешь моделью придешь вот этот модельный бизнес то ты будешь красивый успешный популярной от этого счастливая будешь много зарабатывать денег будешь на всех обложках в общем да будет тебе счастье вот но на самом деле это не так когда ты видишь вот это разоблачение вот того идеального образа моделинга и модельной индустрии в том числе благодаря новому восприятию этого шоу это помогает тебе личностным каком-то росте мы все девочки вы выросли на шоу под модель по-американски я думаю практически нет ни одного человека который в десятые года не смотрел бы по разным телеканалам это шоу и я кому он пошла в моделинг из-за тайры я тоже помню как я училась ходить модельной походкой по бордюрам ну чтобы прям по одной линии идти и не падать а я про и минут практиковала вот этот смайс перед стоишь перед зеркалом щуришься 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 наверное все морщины себе заработала этим смайзом вот такое масштабное влияние имела шоу тайры топ-модель по-американски наверное мы сейчас конкретно перечислим претензии вот к этому шоу и к позиции к поведению тайры в том числе потому что сейчас она дает огромное количество интервью она постоянно оправдывается она постоянно объясняет что было в посыле этого шоу раньше почему именно такие темы для фотосессии выбирали создается такая не совсем однозначная ситуация вокруг этого шоу и вот вокруг той самой темы которая возникает вокруг тайры конкретно с одной стороны да зачем хейтить то что было как бы нормально раньше и с другой стороны но там же реально было ненормально первое это то что шоу транслировала неадекватные представления о внешности этим были полны практически все сезоны особенно в первые самые да потом начали брать каких-то девочек близких к плюс сайс или ну там плюс сайс был сезон с моделями невысокого роста начали брать очень разных моделей я помню что очень известная модель 1 и телега светильника да она начала именно вот шоу топ-модель по-американски кстати одна из очень немногих кто реально потом остался в профессии моделей вообще попал туда после шоу тайрбэнкс это касалось всего причем и внешних преображений иногда причем мальчиков и девочек когда-то мальчики появились и участие в каких-то фотосессиях определенных и многого-многого другого в общем-то транслировались именно неадекватные представления и они выражались в чем приходила например какая-нибудь девушка на отборы очень худая и тайра говорила ну ты будешь своей внешностью как бы транслировать нездоровая нездоровую фигуру да слишком слишком для нас худая и стеки и мы и все-таки я думаю что ты слишком худая модель и должна быть худой но такое тело будет посылать негативный импульс многим женщинам а потом приходит какая-нибудь она там два метра супер вот прям тощая-тощая он говорит все мы тебе берем и она выиграла кстати этот сезон первых сезонах была девушка которая но нам прям такая была спортивная подкачанная сначала они взяли а потом таки ты как-то слишком спортивная для нас у тебя очень мускулистая тело из такая фигура больше подходит для спортивных моделей но ты должна уметь носить и платье карин отличное тело мне не нравится мне не нравится что она такое мускулистая она слишком атлетично сложена те самые преображения какие-то стилисты и думали о том что вот вот этой девушке должно подойти вот это там ты должна убрать например щербинку как тайра предложила одной девушке вот якобы ты не совсем коммершал не совсем коммерческая модель вот и у тебя не пойдет карьера она не стала убирать но у нее потом сложилась очень крутая карьера как раз таки из-за этой щербинки а потом была другая девушка уже в более таком позднем сезоне у которых было у которой тоже была щербинка и ей сказали ее расширить ну то есть это неадекватно и противоречащие друг другу какое-то непонятное отношение к внешности девушек модели у них как какая-то была от себя тина девушки буквально там их не кормили по 15 18 часов со слов некоторых участниц не давали есть съемочный день был ну больше даже иногда 12 часов то есть они работали по сути на износ не было никакого психолога и например какие-то расстройства пищевого поведения которые возникали вот например у кэсси у него была ярко выраженная булимия она ходила в туалет после приема пищи если я хочу стать моделью я должна быть очень худой я не могу сказать что я голодаю но я все время думаю о том что я ем несколько раз я вызывала рвоту у себя но я никогда не считала что у меня булимия с кем-нибудь говорила об этом тебе следует с кем-то побеседовать иначе это может выйти из-под контроля и я бы хотела с такими людьми очень трудно разговаривать девушка мне помогали вот справиться с каким-то расстройством пищевого поведения шоу это огромный стресс им не давали созваниваться с семьей с близкими только какие-то там несколько минут в день или в неделю понятно что во время шоу очень много стресса понятно что возникают какие-то защитные механизмы человек может начать заедать а может наоборот ничего не есть например и вот расстройство пищевого поведения это была постоянная ситуация на этих шоу и никто девочкам не помогал и то есть это наоборот порицалось что отчет ты пополнила отчет ему ходила вернись обратно в свои параметры иначе мы тебя выгоним типа я прям помню на образ и выгоняли и выгоняли там была девушка кения ходе всего шоу был большой естественно стресс она пополнила судьи сделали замечание по поводу того что что-то ты стала больше ей сделали фотосессию как будто она в образе слона бывает и хуже ты могла быть слоном я в растерянности что мне делать как изобразить сексуальную слонику живот торчит как будто надутый шарик надо хотя бы втягивать его или вот та же самая кения она участвовал фотосессии где и нужно было танцевать с парнем с парнями вот и парень один откровенно начал к ней приставать начал ее трогать он начал к ней влезать ее личное пространство на на жюри и объяснила всю эту ситуацию ей сказали что ну как бы ты сама виновата нужно было так адресовать всю ситуацию и поставить себя чтобы этого больше не произошло дело в том что этот парень бертини он заигрывал со мной щупал меня я чувствовала что он заходит слишком далеко ты должна научиться контролировать такие ситуации вот этот victim blaming в полной красоте нет чтобы как бы если мы говорим о здоровом моделинге рассказать девушкам и зрителям о том как справиться с этой ситуацией но этого ничего не было третье как это претензия в абсолютной нетолерантности то есть приходит какая-нибудь участница ким она говорит о том что вот я гомосексуальная тайра на это говорит ну типа здорово но я же не кричу на каждом углу о том что я черная я лесбиянка и очень этим горжусь люди могут гордиться собой я черная и гордая но я не выхожу на красную дорожку и не кричу я черная я черная ты понимаешь меня это абсолютно какой-то нетолерантный комментарий а в том числе там была девушка просто сидит в жюри тайра она в таком супер африканском таком образе вот таком подчеркивающим ее колорит в том числе и приходит участница она тоже оделась вот как бы подчеркнуть свои корни в таком африканском стиле она это сделала и надела соломину какую-то шляпу ковбойскую жюри говорили о том что типа ты слишком выпячиваешь свою свои свою этническую принадлежность типа очень хочется подчеркнуть свои африканские корни но ты перестаралась всего слишком много один слой накладывается на другой я действительно хотела подчеркнуть свое африканское происхождение для меня все это очень естественно ну там и тайра так также сделала вот но потом она она не противилась этому комментарию от другого члена жюри это абсолютно нетолерантное отношение в этом шоу нет ничего общего с реальным модельным бизнесом не нынешний период не в тот период в который это это шоу выходила это я абсолютно согласна насмотревшись этого шоу я пошла модельный бизнес я поняла что что-то не то совсем это совершенно другой мир и то что транслируется в шоу это чисто трансляция драмы это именно развлекательное шоу она для получения каких-то просмотров и популярности ничего общего она не имеет надельной индустрии но какие-то элементы да конечно такая какая-то структурная система до показы фотосессии это конечно есть но вот то что происходило на шоу все эти драмы ну это совершенно далеко от реальности и кстати вот если бы не то мое представление о моделинге сквозь призму этого шоу я бы наверное по-другому к этой профессии и относилась но потому что я пришла в этот модельный бизнес и я думала о том что мне реально надо было терпеть любое неадекватное ко мне отношения ну то есть если мне говорили иди в минус 30 ложись на лед платье и фотосессию устраиваем и я шла и делала если там мне нужно было в каком-то пуховике в плюс 32 работать на жаре я работала и я не пикала а потом падала в оморок тайра была очень добрые и милые на камере мы все думали что она супер дружелюбная такая общается со всеми моделями такая мамка прям да я тоже когда смотрела думала боже мой какая она добрая и даже несмотря на то что в таком суровом модельном бизнесе люди поработала стала популярной она осталась такой вот прям открытой душой я думала боже мой круто все конечно же не так это было просто был просто образ для популяризации своего шоу собственно игра до игра в этих рамках наверное можно сказать в принципе про все это шоу про всю программу это было шоу большое очень для определенных целей это и денег заработать и имя себе заработать не только тайре данные всем кто приходил туда специалистами не знаю какими-то экспертами жюри и так далее то есть абсолютно всем то есть девочки которые туда приходили на кастинге они примерно понимали что их ждет куда они идут и ну добровольно на это соглашались что не совсем верно кстати утверждение особенно современных точек зрения потому что подноготную узнать было невозможно конечно никто не мог узнать что их не будут кормить там по 15 16 20 часов но тогда были такие правила правила сми я бы даже так сказала были популярны в сити-шоу типа остаться в живых выжившие в модель на самом деле если рассуждать о таких шоу то до сих пор вот сейчас заново запустили подиум проект про дизайнеров и так то он тоже с реальностью ничего общего не имеет до когда бедных ребят загоняют такие типы у вас 20 часов меня должны быть брюки юбка пиджак все это должно быть супер вашего видения что то очень крутое то есть ты за 20 часов должен не только это придумать что обычно уходит именно на это потому что нужно подобрать там все мудборды и все остальное на фиши шить я вообще я всегда поражалась как 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 быстро это все можно шить как какие-нибудь наши там уроки по труду ты эти штаны и шьешь год они все равно фиговые получаются ходе клубы не одобрила точно какой-то стороны наверное в этом есть только реальности потому что я видела как студенты в вузе за последние три просто дня до сдачи там дипломной работы или курсовой они просто сидят строчат так сутками просто свои все эти костюмы и и отшивают ну то есть принципе можно успеть но можно успеть когда у тебя это раз в год ну два а когда ты три месяца живешь у тебя просто нон-стопом вот этот стресс постоянный да ты такой так сегодня за 20 часов завтра за там 40 часов послезавтра опять нам за 30 часов это очень жестко и с реальностью мало общего имеют еще одна такая мини претензия о том что оправдание тайры они не совсем убедительны это исчерпывающая претензия просто потому что ну как она может полностью себя оправдать когда было другое время и опять-таки формат формат это шоу развлекательное есть какая-то толика наивности когда ты идешь на развлекательное шоу и думаю что там все вот за правду но это некоторый обман все-таки это шоу развлекательное на самом главном а на одном из главных телеканалов вот тогда америке и у нас еще в россии также как бы если ты идешь например на холостяка ты реально думаешь о том что у тебя будут отношения с главным героем ну как бы на и на это шоу она для денег для просмотров и понятно что из тебя будут выжимать все тебе будут давать какую-то славу популярность но из тебя выжмут все и когда ты идешь и думаешь о том что вот есть какой-то нереальный мир моделинга куда ты там с помощью тайры поступишь и ты будешь просто не знаю на синемом небе но это не так это все-таки шоу нужно понимать контекст времени и контекст формата ладно окей когда это шоу транслируется как вот твоя ступенька в модельную индустрию ты станешь востребованной моделью конечно это большое лицемерие но и нужно же как-то привлекать этот маркетинговый определенные пиар ходы но они логичны в рамках этого шоу и то есть я не совсем понимаю за что тайре оправдываться кроме как за свои какие-то личные высказывания но то что она создала шоу это шоу это сам феномен такой шоу ну понятно что сейчас она оправдывается просто чтобы избежать отмены конечно и на мой личный взгляд единственное плохое что было прям в этом в этом всем это то что она выбрала такую но целевая аудитория было понятно в основном да это было нацелено на девочек потом появились какие-то сезоны где были парни но все равно основная целевая территория женщины девочки девушки подростки и так далее и если взрослые женщины они будут смотреть на это реально в основном на развлекательное шоу хотя понятно что трансляция определенных внешних параметров она влияет на всех да и все потом начинают думать что там я не такая я не такой и так далее но хуже то что это очень сильно было нацелено именно на молодую аудиторию которая у которой здесь вот и сложились определенные представления о себе в первую очередь даже если не думал кто-то идти в профессию они смотрели и думали блин надо вот точно быть такой да надо это поведение копировать да ну вот это хуже всего воздействия неадекватными какими-то стандартами на юную подрастающую аудиторию которая потом эти стандарты всего взрослую жизнь перенесла когда смотрел это шоу ты не понимал что во первых это огромная оговорка должна быть при просмотре что это шоу что это нереальность вот в этом и есть главное как раз таки претензии о том что вот это не соответствие реальности и презентации в общем при оценке этого шоу нужно учитывать опять в первую очередь контекст времени опять-таки когда была в пике в своем сексуальная объективизация женщины на западе все еще как бы был вот тот самый патриархальный устрой и патриархальное восприятие среди моделинга там были популярны худые модели например ну в общем вот этот как определенный контекст не было той самой гипертолерантности его нужно обязательно учитывать при каких-то претензиях к тайре а второе это опять-таки формат шоу все-таки это формат понятно что презентации этого шоу абсолютно не соответствовало реальности но все равно нужно делать акцент на том что это все-таки шоу они могут говорить все что угодно что вы найдете там свою любовь вы найдете свою карьеру вы найдете еще что-то но нужно понимать что это приставка шоу и хорошо бы конечно это было рассказать где есть реальность где есть вымысел в этом шоу но с другой стороны тоже вот когда ты например вот регина татаренко свое время рассказала варя в орле и решки не проговорилась о том что на самом деле никакой карточки нет что типа там все это по бартуру ну и вся магия ушла ну и если бы все это рассказано было вся магия шоу бы тоже ушла поэтому очень неоднозначная ситуация наша позиция она незыблема категорически против того чтобы какое-то было притеснение даже в рамках такого формата как шоу какое бы ни было время социальная экономическая политическая ситуация должно быть гуманное отношение к участникам да определенно потому как в одно во первых потому что каждый из нас человек да и об этом очень важно помнить в рамках самого шоу во вторых конечно потому что все что происходит в шоу транслируется в социум людям и это воспринимается как адекватное поведение адекватное поведение которое многие могут принять что тоже очень неправильно это закрепляет определенные стандарты в обществе до определенные стандарты жизни и поведения возможно что крайне плохо также вот как например и стоп моделью до девочки закрепили что это нормальное поведение для модели это нормально когда с моделью так обращаются если ты ее что-то в профессию это ты это все терпишь что неправильно так не нужно быть и здорово что сейчас у нас более осознанное время и хорошо что мы все-таки позаново переосознали это шоу и будет здорово если будет новое шоу топ-модель по-американски но уже с большими большими корректировками и вот с каким-то да вот именно флером и обрамлением вот именно под новой эти которые сейчас она существует это было бы реально круто это было бы более здорово и пускай у модели будет какой-то реально псих психолог специалист потому что в шоу тайры часто тайра позиционировалась как какой-то не знаю учитель преподаватель то же самый психолог который наставлял девушек но тайра не не специалист из нее не надо делать культ вот сейчас мне кажется и как раз таки и произошло развенчивание этого культа поэтому к ней такая идет агрессия возможно мне кажется что на самом деле этого культа уже давно нет потому что ну мы до выросли на этом время прошло мы повзрослели он тоже под прошел это да вот это ощущение того насколько она классная а более там младшее поколение они уже и не видели то его особо пока не начали гуглить и искать что такое спасибо большое что вы были с нами мы очень старались подобрать для вас информацию в этом выпуске пишите смотрели ли вы топ модель по-американски и что вы думаете об этом шоу расскажите какие вообще с какими претензиями вы согласны с какими нет нам очень важно ваша поддержка поэтому ставьте нам лайк подписывайтесь и увидимся в следующем выпуске и колокольчик всем пока пока